Когда мы показывали тучи, облака, раз, два, они разворачиваются. Вы начинаете снаружи и закрываете. Раз, два, просто чтобы сделать движение интереснее, жест интереснее. Здесь они сразу будут смотреть на вас. Раз, два, и вы смотрите вверх с эмоцией восхищения. Мы когда-то с вами проходили эмоции, будем проходить снова. Адгутам, это у нас восторг, удивление. Раз, два. Смотрите наверх, удивляйтесь, что все-все боги перед вами сидят, и вы наслаждаетесь этим видом. Так, амара, мандалэ, небеса богов. Дальше. Туранге, голов, коня. Рука тоже, опять же, правая. Раз, два. Здесь она будет четко по центру, снизу параллельно полу, вниз и снова параллельно полу. Будет два таких движения, плечи у вас опущенные останутся. Раз, два. Туранге, голов, коня. Здесь еще будут глаза. Когда смотрят пальчики вниз, вы смотрите вниз. Когда прямо поднимается ладошка на зрителя, то и взгляд у вас тоже поднимется к локоть, плечо вниз. Тут все расслаблено. Раз, два. Можно и другой рукой, да, левой. Правой, думаю, удобнее, но и то, и то будет правильно. Раз, два. Дальше вай-ю. Вай-ю что такое вай-ю? Ветер. Ветер. Вай-ю, ветер, хорошо. С любой стороны, либо слева направо, либо справа налево, у вас две батаки, они так чуть-чуть трясутся. В зависимости от скорости того, да, как вы показываете, да, это будет либо ураган, либо приятный морской бриз. Мы угораем второе. Раз, два. Вай-ю, ветер. Дальше шай-я-не, спаль, сон. Локоть тут поднимаете вверх. Здесь наоборот, левой ручкой прогибаете его вниз. Здесь поворачиваете голову так, чтобы действительно было удобно лежать и закрываете глаза. Может быть, вправо, может быть, влево. Очень часто, чаще всего в танцах именно вот четко такой позой показывают бога Вишну, когда он отдыхает на кольцах Шеш. Вот именно такую позу берут. Показывают самого Шешу, а потом переходят на Вишну, да, что он на его кольцах спит. Давайте покажем, раз уже вам рассказала. Две змеи берем, пальчиками цепляемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть вот такое сочетание беспроигрышно всегда значится. И садитесь, тем проще делать третью скоростью. То есть все время низко сидеть, я вас даже не прошу, это не нужно. Вы сидите на том уровне, на котором вам комфортно, а в некоторых точках, да, в паузе, когда движение какое-то затарничаете, либо вот в третью скоростью, садитесь ниже на какой-то коробке отрезок времени, а потом снова возвращаетесь на свой уровень, где вам комфортно. Первое, это романтичный, ниже сядете, тем проще. Второе, вот этот копчик, если он смотрит назад, то третью скорость, как бы вы ни хотели, у вас такая будет нагрузка на подвуночник, что мозгу уже не до третьей скорости. Просто пытается, да, не сильно держать подвуночник в каком-то виде. Так, и третье, ножки, они на третьей скорости высоко не поднимаются, и впечатление у вас должно быть такое, что они как будто летают, вот просто взлетают, тут же приземляются на поверхность земли. Так, тей-тей-та, дэ-тей-тей-та. Вот как будто вы только касаетесь пола, и они как, кстати, попрыгунчики, мячики маленькие, видели, да, они прыгают, только там бросают, тут же скакивают. Вот такой же эффект вам нужно получить с вот этим дат-тей-тей-та. Дат-тей-тей-та, 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 дат-тей-тей-та. То есть у вас как будто ножка становится резиновая, да, дольете вы не пятки всей стопой, то есть сейчас стопа как будто отпрыгивает от пола, да, при этом высоко ножку вам поднимать не надо. То есть если первая скорость, вы стараетесь, да, там все ножки проделываете, чтобы движение смотрелось красиво, ярко, на третьей скорости вам достаточно будет яркости. Ваша задача попасть в дырку и просто сделать, оторвать ногу от пола, да, вот стопу от пола. Высоко поднимать не надо, и так у вас колокольчиком на ноге много, да, звук будет слышен. Та-тей-тей-та, дат-тей-тей-та, дат-тей-тей-та, дат-тей-тей-та. Быстрее, чем это, редко бывает, просто чтобы... Так, давайте попробуем нечто сильнее сделать, да, по третьей скорости и будем заканчивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова